Чем раньше, тем лучше. Таким принципом руководствовалась Ольга Макарчук, покупая лесную красавицу в день открытия елочного базара. Пощупав пушистые ветки и убедившись, что душистый экземпляр подходит по всем параметрам, женщина уверенно произнесла «берем». Несколько лет только натуральное. А почему? Ну запах, ну как-то больше праздника. Хоть у нас маленьких деток нету, но все равно мы еще сами как дети. Только натуральное. Это раньше, когда только появились вот эти елки, казалось, шик там, а сейчас нет. Даже не смотрю на них, честно. Несмотря на обилие искусственных конкурентов, стоящих рядом, спрос на живые в разы больше. Только в первый день елочного базара сотрудники Брестского лесхоза продали более 50 новогодних деревьев. И это за полторы недели до Нового года. Кстати, мнение о том, что елку лучше покупать чуть ли не 31 декабря, ошибочное. При грамотной установке и правильном уходе пушистая красавица, даже принесенная в дом уже сейчас, будет долго радовать глаз. Поэтому откладывать такую важную покупку на последние дни все же не стоит. Перед Новым годом начинается большое столпотворение людей и в результате очень, как бы, такая нехорошая ситуация. Ломаются деревья, хватают, там еще и, не дай бог, в глаза попадут. Поэтому, конечно, лучше брать своевременно пораньше. В этом году главный атрибут новогодних праздников, будь то ель или сосна, можно приобрести по вполне демократичным ценам – от 60 до 200 тысяч рублей. Средняя цена тушистой красавицы – 100 тысяч. Стоимость напрямую зависит от высоты ели. Учитывая тот факт, что каждый день на торговую точку подвозят порядка трех машин с новогодними деревьями, их хватит на всех желающих. Мы вот каждый день работаем с 10 утра. У нас в течение дня постоянно мы подвозим свежий подвоз, елочки, деревья подвозим. Поэтому всегда елочки у нас в наличии. И обещаем, по крайней мере, что до 31 числа они у нас будут. Виктория Драгобецкая, Витархалявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая.